Здравствуйте, дорогие товарищи! Снова мы вместе, снова, надеюсь, вы слушаете меня, Аржана, заместителя командира батальона ХАН по воспитательной работе. В этот раз в нашем информационном выпуске заглянем за прифронтовую полосу господом Укропом, обсудим очередные первых господина Порошенко, в той его части, что касается непосредственно нас. Прогуляемся по полигону, посмотрим, чем занимался личный состав батальона на прошедшей неделе. Итак, что происходило и происходит на фронте? Почти как у Ремарка с его гениальным произведением «На Западном фронте без перемен». Правда, все же 34 раза нарушили украинцы на этой неделе режим прекращения огня. Но если в первой половине недели обстрелу подвергалась в основном Саханка, населенный пункт, расположенный на Южном фронте, а обстрел велся из минометов, ГСов и стрелкового оружия из Широкина националистами, то во второй половине недели досталось уже Спартаку и Донецкому аэропорту со стороны шахты Бутовка и населенного пункта Авдеевка. Снижение активности артиллерийских обстрелов на Южном направлении связано в первую очередь с событиями, произошедшими 31 августа у стен Верховной Рады Украины. Тогда, напомню, трое украинских военнослужащих погибли, и более 120 человек получили ранения. Предполагаю, что именно это стало катализатором боестолкновения ВСУшников и бойцов националистических батальонов в поселке Широкино. В течение трех дней шло прямое вооруженное столкновение с использованием тяжелого вооружения. В этот же период в городе Волноваха схлестнулись между собой молодчики из правого сектора и бойцы регулярной армии Украины. Националисты при поддержке и прямом подстрекательстве главы района Валерия Лугинца попытались разогнать местный совет. На защиту избранных местными жителями депутатов совершенно неожиданно выступили украинские военные. Бряцание оружием закончилось беспорядочной стрельбой ранеными. Как всегда, ведь шла о деньгах, опередили собственности района, а также о создании условий для сохранения действующей власти, приумножения собственного капитала. Всему этому, так понимаю, нужны выборы с правильными победными циферями, нужна фальсификация. Такая тенденция, сегодня Мукачево, завтра Волноваха, подтверждает намерение правого сектора разорвать отношения с официальным Киевом и создать условия для смещения неугодной ярошу действующей власти. Но все же стоит признать, что активных боевых действий нет, артовстрелы минимальны. Слава Богу, обстреливают только минометами, и на наше счастье, пока без человеческих жертв. Сейчас самые интересные события происходят на линии соприкосновения не в прямых боестолкновениях противоборствующих сторон, а в имитации или попытках имитации украинской стороной переброски значительных сил бронетехники с одного направления на другое. Этим Генштаб ВСУ пытается ввести нас в заблуждение с целью сокрытия истинных намерений. Как пример, из Андреевки, это в Тельмановском районе, прибыли 10 БТРов и БМП в район населенного пункта Гранитное. Затем они же двинулись личным составом в направлении Прохоровки, 13 километров до линии разграничения. Ночью же та же бронетехника вернулась в исходный район. Спасибо смелым патриотам, землякам, которые ведут борьбу с врагом, оккупировавшим родной Донбасс. Подпольщики при первой же возможности снабжают нас самой оперативной информацией о любых перемещениях украинских вояк, где бы то ни было, на любом участке фронта. Но есть и тревожные данные. Это прибытие 11 сентября пяти железнодорожных составов с военнослужащими и бронетехникой на станцию Камыш-Заря, что находится в районе города Запорожье, которые после выгрузки маршем выдвинулись в сторону Южного фронта в направлении Набергенск. На этом южном направлении идет интенсивное наращивание живой силы противников всеми мыслимыми способами. Так, на этой неделе вертолетами Ми-24 на Мариупольский аэродром было доставлено до 200 человек личного состава, главным образом граждан Литвы, Грузии и Польши, объявивших в своих новых военных доктринах, как и Украина, кстати, главная военная врага – Россию. Украина-нацисты превращают Мариуполь в некий бастион, крепость. Так хвастливо кричат на всех телевизионных каналах украинские генералы. В это даже стал верить главный украинский Петя. Этим, с позволения сказать товарищам, уже негде размещать тяжелую бронетехнику и дальнюю артиллерию в городе. Однако есть, есть светлые офицерские головы среди украинских штабистов. Вот я бы в жизни не догадался разместить на территории средней школы, а речь идет о школе номер 62, четыре гаубицы Д-30 калибром 122 мм. Но разве что игрушечные, ведь там же учатся дети. Но логика у украинцев иная. Как видно в новой учебной программе на Украине, изучение истории начальной военной подготовки происходит на настоящих танках и пушках. Посоветовал бы господам укропам не только привозить на школьные дворы тяжелыми тягачами артиллерию крупных калибров, но и привлекать на уроки мужества самих артиллеристов, да еще желательно из батальона Азов. Как раз они уверены, живо и интересно расскажут детям Мариуполя, как здорово бьют из своих орудий. И самое главное, точно по таким же школам, только тех городов, где учатся детвора молодой республики. Дополнительно хочется сказать об усилении войск при фронтовой полосе националистическими батальонами, которые меняют на ротации регулярные войска ВСУ. К примеру, в Авдеевке, где славные бандерлоги занимаются привычным своим делом – грабежами, разбоем и рэкетом. Закончить картину южного направления хотел бы информацией от 10 сентября о передислокации 65 единиц бронетехники через Великую Новоселку в направлении Волновахи. Это только часть информации, полученной нашей разведкой. Всего нашего выпуска не хватит, чтобы просто рассказать вам о фактах перемещения тяжелого вооружения украинской стороной. Большая часть из этого броновского движения имитационная, однако есть и реальное усиление войск противника на линии противостояния, что, конечно же, разрешено исключительно для украинской стороны и в минских договоренностях, и поэтому, конечно же, неукоснительно соблюдается. Кстати, по поводу Минска. В середине недели на встрече контактных групп украинской стороной было сорвано подписание об отводе вооружения от линии соприкосновения калибра менее 100 мм. И неудивительно, ведь главнокомандующий всей этой армадой, выступая в пятницу на Ялтинской конференции, я так понимаю, в одном из крымских городов под названием Киев, усиленно проталкивал неоспоримую, на его взгляд, идею немедленного проведения силовой спецоперации на Донбассе. Вернуть Ялтинскую конференцию обратно в Ялту пообещал президент Украины Петр Порошенко, открыв 11-й ежегодный форум по вопросам европейской стратегии. В этом году конференция проходит в Киеве под девизом «Новая Украина, новая Европа, новый мир!» Созидание и защита на фоне введения Евросоюза нового пакета санкций против России. Мол, ему все это надоело. В декабре сего года продлевать минские договоренности Порошенко не собирается, потому что уверен, к этому времени вся территория Донбасса окажется накрытой желто-блокитным флагом. Причем переговоры с лидерами ДНР и ЛНР он как президент всей Украины вести не собирается. С самого начала я, слышите, он сформировал совершенно уникальный формат. Ведь нам что пытались навязать? Садитесь с Захарченко и Плотницким. Хоть фамилии их вспомнил и первый раз произнес. С ними разговаривать. А мы со стороны будем наблюдать и иногда вам советовать. Я не буду вести переговоры с лидерами боевиков и террористов, только потому, что это мне посоветовали некоторые доморощенные политиканы. Наверняка Ахметова имеет в виду. Интересно, а если бы Ахметов промолчал, то пошел бы процесс прямых переговоров? Понимаю, вопрос риторический. По его же мнению, к переговорам с указанными лицами подталкивает Россия, желающая показать, что на Донбассе идет гражданская война. На что наш герой ответил так? Нет, это агрессия России против свободной и независимой страны Украины. Поэтому с самого начала формат был выстроен так. Украина, Россия и АБСЕ в качестве посредника. Этот формат называется трехсторонней контактной группой. Как по мне, этого достаточно. Резюмировал господин президент. Позвольте на этой торжественной ноте, разве что без барабанной дроби, перейти к делам нашего батальона. Тем более, что, как вы слышите, угрозы в наш адрес продолжаются, и надо во всеоружии встретить любое решение этого, с позволения сказать, генералиссимуса. Рассказать хочется о многом. Например, о новой полосе препятствий, которую своими мозолистыми руками возвели сами бойцы для повышения уровня боевой и физической готовности, выживаемости. Тренировки бойцов проходят в условиях, приближенных к боевым. Преодоление преград и препятствий сопровождается применением пиротехнических средств, дымов и прочих специальных средств. После прохождения всего маршрута, каждый боец по-настоящему обстрелян и готов к выполнению любой боевой задачи. Нам это просто необходимо. Хочется дожить до того светлое будущее, когда Порошенко будет выдавать свои гениальные перлы со скамьи подсудимых на Международном ГАГском трибунале. Маршрут представляет из себя многокилометровый марш-бросок по пересеченной местности. Это и преодоление водных преград, это и проход по условно зараженной местности. А нужно учитывать и эту необходимость. Ну и наконец... Сегодня проходит контрольное занятие по огневой подготовке, тема ближний бой. И мы с вами с удовольствием посмотрим работу трех разведывательных групп нашего батальона. Это ребята учатся быстрому выносу оружия, поражению цели. Временные показатели. Два секунда, секунда, один секунда и два. Чтобы при обнаружении цели, боясь мог быстро вынести оружие и поразить это. Даже полсекунды играют. Вы слышали профессиональное пояснение понятия ближнего боя. В городских условиях, а нам, возможно, придется защищать свои дома, свои улицы. Умение быстро реагировать на внезапное появление противника. Работа на опережение. Выигрыш доли секунд при огневом контакте. Спасение жизни себе и своим боевым товарищам. Вот далеко не полный список того, что должен уметь боец нашей батальоны. Тишина на войне обманчива. Воистину прав был один мудрец. Хочешь мира? Готовься к войне. Мы не ищем боя. Мы не ищем смерти. Мы живем во имя мира. Но если для выполнения боевой задачи надо будет пойти на смертельный риск, каждый из нас, не задумываясь, сделает это. Ради будущего поколения. Ради мира. На этой ноте я прощаюсь с вами. Желаю вам добра. И чтобы этот хрупкий мир продержался хотя бы еще неделю. До следующего нашего выхода в эфир. До свидания, товарищи. Берегите себя. Субтитры создавал DimaTorzok